Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как приготовить очень вкусный и простой в приготовлении торт муравейник. Продолжение следует... Желательно, чтобы было немножко размягчённое. Можно ещё немножко разобирать вместе. И сюда же отправляем 200 мм сметаны. Всё это нам нужно размешать. И вот когда мы всё перемешали до такой более-менее однородной массы, можно добавить сюда сахар. Тоже немножко перемешиваем. И вот в принципе сейчас мы можем уже добавлять соду. Я добавляю пол чайной ложки негашенной соды. Всё буквально в минутку перемешиваем. И можно сюда добавлять уже муку. И замешивать тесто. Довольно-таки простое песочное тесто. Первый стакан. Ну вот и тесто готово. Месила я его до тех пор, пока вот оно не начнёт не приставать к рукам. В общем, ушло у меня 3,5 стакана муки. Вот смотрите, тесто я пропустила через мясорубку и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Но также можно это тесто заморозить и натереть на крупной тёрке. Ну, через мясорубку намного проще. Печенье для торта уже готово. Выпекала я его в духовке, разогретой до 180 градусов 25 минут. Пока остывает наше печенье, делаем крем. Здесь у меня 200 грамм размягчённого сливочного масла. И его нам нужно взбить до пышности. И вот теперь к сливочному маслу можно добавлять варёную згущёнку. Кстати, рецепт приготовления варёной згущёнки есть у меня на канале. Вот по этой ссылочке, которая сейчас появится. И постепенно добавляем и взбиваем. Всё, крем готов. Так, когда остыли наши печенья, можно их измельчить. Я измельчаю руками, чтобы не были слишком так уже сильно измельчены. Хорошая получилась такое кусочное печенье. Вот, измельчила уже все печеньюшки. Где-то должны быть и побольше кусочек, где-то поменьше. И можно отправлять их уже к крему. И ещё по желанию можно добавить орешков. Я взяла грецких орехов 200 грамм. И сюда их тоже добавляю. Измельчила не очень мелко в ступке. Всё, и теперь нужно нам всё хорошо перемешать. Всё, я уже всё перемешала. И можно отправлять это на тарелку. И формируем вот такую корку, которая будет нам напоминать муравейник. Стараемся, чтобы всё было плотно с самого начала. Ну вот, и тортик я мой сформировала. И сейчас хочу ещё немножечко присыпать маком. Чтобы он напоминал муравей. муравей. Можно также посыпать шоколадной стружкой. Все. В принципе, тортик готов. Сейчас я его отправляю в холодильник как минимум на часа 4, чтобы он пропитался и схватился, чтобы он был плотненький. Все. Отправляем в холодильник, а потом посмотрим, что у нас получилось. Итак, пошла уже ночь. Мой тортик уже застыл. И давайте посмотрим, что там у меня получилось. Ой, застыл он хорошо, схватился. Масляный крем. Я вам скажу, не просто его так разрезать. Капец, я даже не ожидала, что так застынет. Значит, хорошее было масло. Вот какой красивый в разрезе. Ну вот, в принципе, и все. Если же вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал и оставляйте свои комментарии. С вами было вкусно, просто и полезно. До новых встреч. Всем пока!